Ну что, ребят, прошу прощения, что реакция такая запоздалая, я просто настраивал и настраивал себе звук микрофона и так и не настроил, шучу, на самом деле, ну, занимался всяким, поэтому вот, ну, приятного просмотра, читайте описание, там, подписывайтесь на всё и так далее. Привет, ребята, вы на канале Звук в руках, с вами я, Лёха Избау, сегодня мы пообщаемся, я буду отвечать на ваши комментарии и пояснять за некоторые свои высказания, я надеюсь, это будет очень интересно. Так что заварить себе чай и поехали. Друзья, я читаю внимательно ваши комментарии, практически все, кроме огромных каких-то душных простыней. Да-да-да, вот та же хуйня, то есть я читаю все комментарии, но если я вижу, что какая-то вот прям огромная простыня и она душная, вот прям начало начал вот прям читать и там какая-то хуйня, я чувствую, что просто какой-то мудак выстрел поебень, а чаще всего, если человек в комментариях пишет что-то огромное и длинное, то, извините, дорогие подписосы, но чаще всего это полная хуйня. Соответственно, я её, ну, если я вижу, что это вроде бы не против меня, то мне похуй я оставляю. Если вижу, что это что-то против, то баню удаляю, даже не читая, что там было. То их иногда я тоже просматриваю, когда мне скучновато. Ну, честно, так тоже бывает, но в основном я просто тру, просто похуй. Снять это видео меня побудил комментарий господина Rust. Блин, я не знаю, почему всегда какие-то неизвестные слова испопадаются мне на английском. Вот. К видео про то, как никогда не начать зарабатывать музыка, а если быть точнее... Большое спасибо за над, спасибо. Ну, посмотрел я этот... А, из-за этого что, ем? ...совального. И что? Видео длится два часа, но за все видео ни разу не было ни одного. О, хоть сколько-нибудь вменяемого доказательства того, что у Лёса был секс с Найтмером. Спасибо, не Владимир Владимирович, за донат. Значит, насчет битв с кисломолочным. Чё вы, блядь, меня-то спрашиваете? Ряженка-петух и пиздобол. Он, блядь, у себя в комментах где-то написал, что якобы Лёха слился, якобы Лёха где-то отказался от этого боя. Вонючий, гнусный, галимый пиздобол Ряженка. Вонючий, гнусный, напиздел. Я не знаю, в феврале должен быть бой. Всё, чё вы до меня-то доебались? Я не ебу. Надеюсь, что Ряженке кто-нибудь, блядь, пару зубов-то это самое там. Ну, хотя по идее это всё-таки поединок должен быть не такой, а не прямо от Месилова. Ну так, чтобы немножко ему, короче, побалденно стучали, было бы здорово, конечно. Видео о том, как, наконец, начать зарабатывать музыкой. Но перед тем, как мы перейдём к разбору этого комментария, я хотел бы в целом немножечко уточнить для тех, кто не понял. Смотрите, ребят, у меня было видео о том, что делать, если у тебя низкая зарплата. И очень было там много комментариев совершенно однотипных. Они звучали следующим образом. Не могут все переехать в Москву, не могут все работать айтишниками, не могут все быть музыкантами. Ой, блядь. Ну, если вот... Я ребал, честно. Нахуя что-то доказывать таким людям? Ну, если ты, блядь, не можешь, ну и не переезжай. Ну и соси хуй тогда, блядь. Я буду богатым, блядь, вместе с Лёхой, а ты соси хуй. Ну, не могут же все, блядь, не быть хуесосами. То есть, кто-то же должен хуй сосать, да? Кто-то же должен, блядь, говно за мной в Макдаке чистить, блядь. Кто-то же... Ну, ты и чисть тогда, блядь. Если ты такой, вот, блядь, переживаешь о чужих проблемах. Ну, кто-то должен. Точно не я, блядь. Я ебал это делать. Если бы все рассуждали, как я с Лёхой, роботы бы, блядь, чистили говно. Москву бы расширили, блядь, на всю Россию бы её. Сделали бы размером. То есть, сделали бы, блядь... Если бы все поехали в Москву, сделали бы небоскрёбы какие-нибудь охуенные. Из-за всего, конечно, была возможность и так далее. И был бы спрос на это, потребность и прочая хуйня. Всё всегда, блядь, любая хуйня решаема. Не надо придумывать проблемы до того, как они появились. Кто-то, значит, должен нести на себе вот это всё. Если все так сделают... Ну, неси, неси. Если все так сделают, блядь, моментально, нахуй, роботы, блядь, появятся, технологии и так далее. Блядь, как можно отказаться от боя? Просто когда Лёха вызвал меня на спарринг, я подумал, что это то же самое, что спаривание. Понятно. То, мол, типа, всё рухнет. Ну, да, если все так сделают, всё рухнет. Речь... Нет. Не об этом. Также под видосами, типа, ради музыки придётся многим пожертвовать. Ну, вот все, короче, видосы, в которых я говорю о том, что, чтобы двигаться вперёд, надо двигаться вперёд, всегда один и тот же аргумент. Все не могут, значит, вот следовать твоим рекомендациям. Ну, блядь, не следуй тогда, если ты такой овощ, блядь, ебаный. Если ты обычное гнилое нелепое отребье, которое, блядь, ищет себе отмазу, блядь, лишь бы нихуя не делать. Ну, соси тогда, блядь. Как вылезти из жопы? Никак, блядь, не вылезти из жопы. Сиди в жопе, блядь, и соси хуй. Всё рухнет. И под видосом вот этим про то, как... Ну, это всё удача. Ну, блядь, значит, удача. Ну, блядь, и соси. То, что надо брать больше денег за свои услуги, ну, разумеется, всё то же самое. Ребят, значит, смотрите. Вот это, конечно, очень здорово, что... Извините, пожалуйста, у меня сегодня настроение плохое, я прям вообще слов не выбираю. Вы реагируете? Но вы не поняли самого важного. Когда я обращаюсь с такой вот, допустим, рекомендацией, напутствием или советом, что надо двигаться, переезжать куда-то, да, искать другую работу и так далее. Я не обращаюсь ко всем людям в мире, ребята. Ребята. Я не обращаюсь ко всем людям в мире. Я обращаюсь конкретно к вам, молодой человек. Вот к тебе, дружище, к тебе одному. Вот если ты один, конкретно ты, хочешь что-то изменить в своей жизни, дружище, меняй. От того, что ты один что-то изменишь, мир не рухнет. Вот ты лично не обязан работать на этом заводе или жить в этом маленьком поселке городского. Типа ты не обязан, ты никому ничего не должен. Ну, должен, но это записано там типа в налоговом кодеке. В УК и в... И в уголовном и прочие вещи. Ты можешь строить свою жизнь так, как хочешь. От того, что ты уволишься с завода, он не закроется. А если закроется, и хуй с ним. Поймите, ребята, вот то, что я объясняю, то, что я рассказываю и рекомендую, да, это не относится ко всем. Я не предлагаю какой-то идеальной модели мира. Да ее не будет никогда. Мир всегда один и тот же. Я говорю о жизни конкретного одного человека, понимаете? И когда я говорю, что если у тебя низкая зарплата, тебе нужно сменить сферу деятельности, трудоустроиться на новое место, где более высокая зарплата, это не значит, что все, не знаю, там, колхозники должны теперь пойти работать программистом. Это значит, что ты конкретно, ты должен пойти работать программистом. А они там так и останутся, потому что им нормально, потому что они не хотят менять свою жизнь. Вот и все, ребята. Пожалуйста, вот через эту призму подумайте над этим. И подумайте еще над тем, что когда вы пишете комментарии в защиту того, что вот, значит, есть люди с низким уровнем дохода, я бы сказал, с экстремально низким уровнем дохода, потому что 17 тысяч рублей в месяц – это не низкий уровень дохода, это просто полный пиздец, вообще ад и так далее. Так вот. И Израиль. Когда вы начинаете оправдывать существование этих людей тем, что, ну, а по-другому никак, вы, ребята, оправдываете себя. Значит, на самом деле вы не хотите менять свою жизнь. И это очень неприятная мысль, с которой нужно немножко внутри себя пообщаться. Ребята, давайте не забудем поблагодарить спонсора. Да, спасибо большое спонсорам. Ссылочка в описании. Большое спасибо. А мы продолжаем. Значит, двигаемся дальше. По поводу теперь последнего видео о том, что за свою работу нужно брать больше денег. Во-первых, я все время говорил, допустим, вы звукорежиссер. Ну, я оговаривался, ну, допустим, вы сессионный музыкант, допустим, вы осветитель, это не важно. То есть люди некоторые почему-то восприняли, что я тут защищаю звукорежиссер. Я не звукорежиссер, если что. Я не зарабатываю звукорежиссур. Я не свожу за деньги, я не рулю концерты. Я не звукорежиссер, ребята. Я просто взял это как очень удачный и близкий мне достаточно пример, потому что, ну, я интересуюсь звукорежиссурой. Вот, и опять же, да, я не говорил о том, что все звукорежиссеры должны теперь поднять свой ценник до 15 тысяч. Нет, ребят, я говорил о том, что конкретно вот ты, молодой человек, если ты хочешь этим зарабатывать себе на жизнь достойный день, ты поднимай. А что делать, если твоя работа недостаточно качественная, чтобы ставить за нее ценник? Идти учиться, блядь, идти учиться. Не надо делать говно по 500 рублей. Я сказал об этом в видео. Ты не научишься. Иди на нормальный курс. Блядь, подпишись на Nail The Mix. 15, по-моему, долларов в месяц, блядь. Это тысяча рублей в месяц. Топовейшие звукорежиссеры объясняют тебе и дают возможность скачать... Ой, у меня нет тысячи рублей в месяц, блядь. Что же мне делать-то нахуй? ...сходники команд, которые издаются на лейблах, изучат на весь мир и самому с ними поработать. Вот так ты научишься сводить, дружище. А сводя пионеров по 500 рублей, ты не научишься. Ладно, давайте... Ой, а можно мне, пожалуйста, нихуя не делать и не тратить деньги, и чтобы мне просто так платили, блядь, 100 тысяч рублей, а я буду, блядь, сводить дальше за 500 рублей в час. Дарю уважаемого подписчика, я надеюсь. 500 рублей в час, кстати, охуенно неплохо. На самом-то деле, если так задуматься. Хотя, что-то я не уверен, что... Хотя хоть что-то, да, именно. Мне кажется... Давайте... Давайте я прочитаю полностью. Мне кажется, наилучший подход в идеальном мире такой. Если музыкант зарабатывает деньги, то звукорежиссер берет с него 15-30 за трек, и все довольны. Если не зарабатывает звукорежиссер, не должен брать деньги, а должен работать бесплатно. Но только с тем, что ему зашло. Договариваясь о небольшом проценте, с прослушиванием или еще о чем-либо. Мы теряем очень много талантливых чуваков, у которых тупо нет денег. Если бы, например, Вишня зарядил группу кино по 20к за трек альбома группы Крови, то, возможно, мы бы так и не услышали его вовсе. А то, как странно получается, все вокруг звукори, студии-клипмейкеры, блогеры, паблики ВКонтакте, магазины гитары и так далее, как стервятники банкротят всех новых музыкантов, а они, в свою очередь, только платят всем вокруг, чтобы одну песню сделать. Не будет никакого развития индустрии, пока нет поддержки музыкантов, хотя бы со стороны тех, кто живет за их счет. Кому вы будете сводить, записывать и снимать клипы, если вообще на живую музыку люди забьют совсем. В общем, все проблемы индустрии... Бля, нихуя он какую дичь пизданул вообще лютую. Три, от того, что вы слишком дохуя хотите... Бля, кайф. Ох, ох, сейчас, я надеюсь, будет хорошо вообще. ...себе и ничего другим. Вас больше заботятся на ваших канал. Так-то, а вообще, просто редкостный. ...чем общая идея... Ставим лайк, не забываем, ставим лайк, смотрим ролик до конца. Чем общая идея рок-музыки? Ты, Леха, в частности, берешь косарь, чтобы вставить в свое видео песню и обсудить ее. Охуеть, как это сложно сделать. Охуеть, как ты дохера потерял бы, сделала это бесплатно, это для музыкантов раз в две недели. Ну, а теперь... У меня же в горле пересохло. Угу. Ну, а теперь как... Разберем по частям тобою написанное. Борица, давай разберем по пунктам, все тобой... Значит, здесь прямо вот, уважаемые... Я это не смотрел, я без вас не открывал этот видос, ребят, отвечаю. Комментатор, без малейшего негатива. Ой, брат, если бы мне он такое написал, блядь, с полнейшим негативом, ты чё спизданул? Ладно, ладно, прошу прощения. Во-первых, вы высказали свою точку зрения, я высказываю свою, это цивилизованная дискуссия. Ну, просто я вижу, что у многих есть аналогичная точка зрения, и, на мой взгляд, она является неправильной, и в ней много заблуждений. Я сейчас просто... Блядь, как ему нервов хватает-то вообще? Как вот... Какая выдержка? Постараюсь их развеять. Потрясающе. Итак, что касается того, что звукорежиссёр берёт, значит, деньги только с тех артистов, у которых они есть, а с тех, у которых денег нет, звукорежиссёр не берёт деньги. Ребята, это так и есть, потому что приходят к звукорежиссёру и платят за его работу только те артисты, у которых есть деньги, а у которых нету, они приходят к более дешёвому звукорежиссёру и делают всё самостоятельно. Здесь нет ничего, значит, неправильного. Что касается процента с прослушивания. Смотрите, ребят, на процент с прослушивания обычно договаривается лейбл, то есть продюсер. Звукорежиссёр — это техническая профессия, человек сидит и сводит с утра до вечера треки. У него нету возможности заниматься такой хуйнёй, как оформлять какие-то договора, какие-то проценты, что-то отслеживать. Сука, из-за хуесоса какого-то, блядь, прослушал вообще всё мысль. Значит, действие неправильно, и в ней много заблуждений. Я сейчас просто остаюсь развеять. Внимательно. Итак, что касается того, что звукорежиссёр берёт, значит, деньги только с тех артистов, у которых они есть, а с тех, у которых денег нет, звукорежиссёр не берёт деньги. Ребята, это так и есть, потому что приходят к звукорежиссёру и платят за его работу. Ну, не берёт деньги, в смысле не берёт их в работу. Артисты, у которых есть деньги, а у которых нету, они приходят к более дешёвому звукорежиссёру или делают всё самостоятельно. Здесь нет ничего, значит, неправильного. Что касается процента с прослушивания. Смотрите, ребят, на процент с прослушивания обычно договаривается лейбл, то есть продюсер. Звукорежиссёр — это техническая профессия, человек сидит и сводит с утра до вечера. Ну, конечно. У него нет возможности заниматься такой хуйнёй, как оформлять какие-то договора, какие-то проценты, что-то отслеживать, надеяться на то, что там что-то в будущем произойдёт. Этим занимается продюсер или лейбл. Он как токарь у станка. Он сидит и сводит. Его вот эта вся суета вокруг очень слабо волнует. Поэтому это, конечно, бредовое предложение. Оно имеет смысл для продюсера, и многие продюсеры так и работают. Но только продюсер, как правило, вкладывает не только свои силы, но ещё и свои деньги в проект, чтобы он начал раскручиваться, а потом, соответственно, забирает какой-то ощутимый процент. Обычно 70% с ваших доходов заберёт продюсер за первые несколько лет работы. Значит, что касается вот этого. Если группа не зарабатывает, звукорежиссёр не должен брать деньги, я должен брать бесплатно. Бля, ребят, а если вы потом разбогатеете с этими песнями? Чё это получится? Как-то несправедливо, да? Звукорежиссёр сидел, сводил вам бесплатно, а вы потом их, блядь, залили на площадке, и вам там капает по 100-200 долларов в месяц. И чё это? А где справедливость? Звукач сидел бесплатно, а музыканты такие хуяк-хуяк и зарабатывают, да? А если вам не по 100-200 долларов, а по 1000-2000 долларов в месяц? Ну да-да. Мы же не знаем этого. Все же музыканты приходят... Ну типа процент же, там договориться под процент. Ну, блядь, ещё раз, звукочую это нахуя. Писываться с уверенностью, что они создают хит на века, и звукорежиссёрам тоже интересно работать только с... Короче, он почему-то считает, что звукорежиссёры типа навариваются, блядь, на музыкантах, что типа звукорежиссёры охуительно богатые люди, блядь. Или какие-нибудь там организаторы концертов, там арт-директора, не знаю, там какие-нибудь... Кто ещё есть? Продавцы... Ну, не знаю, где там, блядь, какие-нибудь там хозяева музыкальные... Он считает, что это охуительно богатые люди, у которых просто безумные горы золота, владельцы репетиционных баз, там хозяева студий, они просто, блядь, купаются, блядь, в драгоценностях и шелках живут, и при этом всё это за счёт музыкантов, да, и они должны заниматься благотворительностью с какого-то хуя, блядь. Хм... Ну, блядь, сам стань звукорежиссёром или кем-то из этого и сам и занимайся, блядь, раз такой умный, ебать. Людьми, которые собираются создавать что-то... Я, нахуй, даже... Казалось бы, у меня вообще самая красота, я вот стример, ютюбер и так далее. Блядь. Пиздец, чуваки. Нихуя не так, короче, я не знаю. Хорош, если вы пришли записывать говно, ну, так, блядь, извините, это никому не интересно, даже звукорежиссёр, поэтому заплатите им за его работу с вашим говном. Мы теряем очень много талантливых чуваков, у которых тупо нет денег. Если бы, например, Вишня зарядил... Ну, про группу кино я не буду обсуждать, кто там что-кому зарядил. Что касается потери талантливых чуваков. Значит, во-первых, ребята, сейчас так просто заниматься звукозаписью свидетельствует... Во-первых, да. Вечерний вечер, буэ. Ну... Не знаю, когда запишу пока, но сделаю обязательно. Что если вы действительно талантливый и просто хотите донести свою музыку до слушателя, разберитесь, блядь, купите себе... Ну, типа, да, короче, сейчас очень легко, сейчас тикток, блядь, есть, сейчас в любом телефоне хороший диктофон, приличная, более-менее, достаточная камера, сейчас можно ютуб-канал запустить. Если ты действительно талантлив, или даже не просто талантлив, а именно у тебя есть какой-то скилл, то есть ты умеешь делать что-то в вопросе музыки крутое и качественное. Абсолютно элементарно сейчас. То есть если... Вот мне кажется, даже когда... Вот мне сейчас вот 24, мне кажется, вот когда мне было 16, когда там ютуб, тикток, вся эта хуйня не так была развита. Вот мне кажется, даже сейчас уже вот типа лет 10 всего прошло, даже не 10, а сколько там вообще хуйня, сейчас реально проще. То есть, блядь, да даже я, народ, я будучи... Вот я, живое доказательство, будучи абсолютно конченным бичуганом, я сделал... Какой же я милый? Мы в пятером скидывались, 1400 заплатили по 700 рублей за два часа. Мы сделали... В Guitar Pro мы сделали барабаны, дома как-то через жопу, через дешевую, какую-то вообще там, даже не звуковуху, а какую-то поебень записали гитары и отнесли уже на студии. Это ужасные, конечно, исходники, но все же можно так сделать. На студии мы записывали вокал. Вот. То есть, барабаны в Guitar Pro, басуха и гитара и вся хуйня дома через жопу. На студии вокал и чуть-чуть свисти, трек при этом длился одну минуту. И при этом мы скидывались реально просто там всей группой в пятером. Ну, типа, по 300 уж рублей, наверное, можно найти. Вот. И что, ну, получился, типа, вот 300 тысяч просмотров. Клип тоже сняли, типа, позвали каких-то знакомых девочек с зеркалками. Да у всех есть хоть одна знакомая девочка с зеркалкой. Каких-то... Мамкин планшет взяли на него хуйню поснимали. Какие-то там мыльницы, хуильницы, бедри... То есть, просто было бы желание изъебаться можно. То есть, если ты просто, если ты хочешь как-то стартануть, и ты прям супер-бич полный вообще, ну, сделай хит, постарайся сделать хитяру просто. То есть, сделай не то, что там тебе вздумалось, тебе нравится. Ну, к сожалению, в России пока с этим сложнее, чем там, может быть, в некоторых других странах, где абсолютно на любое говно находится свой копрофил. В России тоже, типа, на любой там black metal есть своя аудитория, но просто, к сожалению, пока не работает в плане монетизации все. То есть, индустрия недоразвита у нас пока что. Ну, значит, первое время надо как-то постараться стартануть, сделать хит, выстрелить, а там уже дальше что-то как-то, наверное. Тебе карту за 10 тысяч рублей, микрофон за 5 тысяч. Ну, это, даже если это дорого, блядь. Ну, я с Лехой не согласен. Хотя тоже не очень. Я свожу за косарь, здрасте. Тип, есть потребители такой услуги? Как минимум, я очень много людям демки для себя им свожу, чтоб представление было и не только за косарь, но дешево. Речь идет о том, что если ты хочешь зарабатывать, если ты хочешь зарабатывать музыкой, то не надо сводить за косарь. Если ты занимаешься какой-то там благотворительностью, приколдессами какими-то, или, ну, вот тебе не знаю, просто за респект, с кем-то интересно работать, или, ну, еще что-то такое, то почему нет? Речь идет о том, что если ты хочешь зарабатывать, ну, и... лень жевать. Тут, чувак, надо и тот видос, и этот целиком посмотреть все-таки, чтобы мысль как следует понять. Занимать. Не надо вот это теряемый, блядь. Кто хочет, тот пробивается, а теряемый тех, кто думает, что музыкой заниматься, это вот так, типа, побряцал, блядь, на гитарке, что-то там, короче, звукорежиссеру отправил, он там хуяк-хуяк все сделал, и ты звезда. Вот таких мы теряем. Ну и хуй с ними, это, блядь, не талантливые, не трудолюбимые люди. А то как-то странно получается, я дальше цитирую. Все вокруг звукорист, студии, клипмейкеры, блогеры, паблики ВКонтакте, магазины гитары и так далее, как стервятники, банкротят всех новых музыкантов, а они, в свою очередь, только платят всем вокруг, чтобы сделать одну песню. Значит, смотрите, во-первых, весь B2B-сегмент бизнеса, B2B-это бизнес-то бизнес, то есть, когда ты оказываешь услугу... По такой логике, блядь, весь он банкротит этот бизнес. Клиенту конечному, например, там, не знаю, розничная продажа хлеба, это B2C-сегмент. B2C-бит у клиента, то есть бизнес-то клиент. Ну да, 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 это я помню. И, кстати, охуенно достаточно, так что спасибо. То есть, бизнес продает физическому лицу человеку буханку хлеба. Съемка клипа или сведение песни, это B2B-сегмент, это бизнес в виде студии звукозаписи оказывает услугу бизнесу в виде рок-группы. Так вот, друзья, 90% B2B-сегмента построено на лохах, которые вдруг решили стать великими предпринимателями, вошли на рынок, за год обосрались, просрали все деньги, попали на огромные кредиты и теперь подают на банкротство физических лиц. Это несправедливо или несправедливо? Это не вина битубишников. То есть, блядь, этот человек, он, ну, я бы не сказал, что лохах, то есть, может быть, это такое, то есть, на том, что, ну, делается для бизнеса, который никогда не выстрелит. То есть, если человек, вот, он считает, что я должен там заняться бизнесом, я должен что-то сделать. То есть, я хочу, например, стать стримером, предположим, видеоблогером, да, собирать донаты с людей. И вот я, у меня взбрендило в голову, что я должен этим заниматься. И, если не будет фирмы Sony, которая как раз, чем это не B2B, по сути дела, они, ну, в каком-то смысле, можно считать, что это, там, вот, для меня некий аппарат. Или там вот, например, карта захвата какая-нибудь, да, через которую подключается эта камера. Это тоже, то есть, ну, в каком-то смысле, вот, тоже можно так вот посчитать, что это вот как-то, ну, блядь, я, ладно, я супер тупо объясняю, но предположим. Если не будет фирмы Sony, я, блядь, куплю Canon. Если не будет Canon, я куплю еще что-то. То есть, сам бизнес, как бы, который сделан для другого бизнеса, он не виноват в том, что, то есть, нет его ответственности в том, получится ли у меня что-то на YouTube или в музыке. Вот и все. Просто, если есть спрос, то вполне нормально делать на него предложение. Есть люди, которые хотят репетировать на репбазах. Выгодно это делать там в Москве только вот по таким-то ценам, например. Или хочет какой-то человек делать что-то только вот по таким-то ценам. Нравится? Пользуйся. Не нравится? Ну и пошел нахуй тогда. Не пользуйся. Иди и ищи другое, блядь, че? Мало вариантов. Например, хочется тебе записаться на студии. Нравится, блядь, тебе хочется подороже? Ну, блядь, заплати, нормально тогда. Нет? Ну и пошел ты нахуй тогда. Иди, блядь, ищи. Есть студии за 100 рублей, в час. Есть, блядь, те, кто бесплатно, тебе вон, Фархад бесплатно сведет, если ты это самое пиздатое музло делаешь, которое ему нравится. Ну или закосарь. Вот, спасибо, ммм, блядя, срочно спасаем стрим хттпс2. Блин, ну не, не хочу с мысли сбиваться. Спасибо за донат. Значит, это самое. Хотя, опять же, типа, Фархад там сведет, я говорю, вот чем придумывать, как бы сэкономить, ты, блядь, придумай, как заработать. Я прям недавно видос об этом снял. Вот ты вот, блядь, сука, ищешь и думаешь, как бы мне нихуя не тратить, блядь, деньги. Да, вот, то есть, блядь, если, если у тебя есть, как бы легкий способ какой-то, да, там, не тратить что-то, и это, ну, игра стоит того, тогда да. Блядь, а так вообще задумайся хотя бы на секунду, а может быть тебе лучше придумать, как бы найти денег, блядь, чем сидеть и, блядь, бесконечно думать, как бы мне сэкономить. Так что тут вот такая хуйня. Это правда жизнь, так и есть. типа, просто. Ну нет, ну нет и нет, блядь, типа, вот, например, я не хочу заниматься преподаванием игры на гитаре, но готов за косарь в час. Хочешь, чтобы я это сделал? Косарь в час. Нет? Иди нахуй. Все, я не буду заниматься, блядь, благотворительностью в этом смысле. Благотворительностью? Вот смотрите, какая у меня благотворительность. Вообще, да, типа, говорят 10% на благотворительность. Ну вот, я готов заниматься той благотворительностью, которой я сам хочу заниматься, сам готов. Вот у меня есть бесплатный чат, это своего рода благотворительность, с него можно прийти, задать мне вопрос какой-то, даже не будучи донатером, там, про синтезаторы, про гитары, про прочую хуйню. Вот, если 6 минут из 60 минут, то есть 6 минут в час, как раз 10%, если я уделяю этой благотворительности, вот на такую благотворительность я готов и согласен. Бесплатно помогать добрым советом всяким начинающим музыкантам этим самым, и, соответственно, за достаточно смешные суммы, смешные копеечные суммы, по сути, делать рецензии. То есть, например, если Лёха делает на своем чудесном радио Лёха закосарь, и, конечно, чуть более как-то вот подробно расширенный, плюс, все-таки у него взгляд человека именно с другими достижениями, с другим видением. У меня, блядь, если трек длится 4 минуты, 80 рублей я его на стриме посмотрю. Так что, соответственно, тоже вот вам такой вот вариант. И я бы не сказал, что это, блядь, я демпингом или чем-то дешевым занимаюсь, я вам говорю о том, что это как раз чуть-чуть разного рода. То есть, я просто обычно смотрю за донат, и я еще что-то прокомментирую и подскажу. Ну, можно все задавать, но чуть позже. Это так устроено. Вот, например, у меня недалеко от дома есть помещение, которое постоянно сдается под продуктовый магазин. И сколько каждый год там открывается новый продуктовый магазин. Я знаю почему, потому что там плохая проходимость. Это место расположено неудобно, ну, ни для кого, кроме жителей трех ближайших домов. А жителей трех ближайших домов недостаточно для того, чтобы магазин имел, ну, достаточную выручку, чтобы процветать и работать. Вы думаете, владелец этого помещения не в курсе, что там не получится сделать бизнес? Он в курсе. Ну, а что ему тебе? Отговаривать, что ли, людей, которые приходят и хотят... Мне, ребят, не надо, не берите. Ну, хотите, блядь, открывайте. Понимаете? Так все устроено. Вас никто не будет отговаривать купить какие-то B2B услуги. Вы их купите, потратите деньги, потом ваш бизнес накроется медным тазом. Ребят, не потому что... Или не накроется. Продали какие-то плохие услуги. в чем вина? Не только поэтому, потому что вы лох, потому что вы пришли на этот рынок и все, 9 из 10 предпринимателей банкротятся. Ну, даже не потому, что они лохи. Как бы... Ну, невозможно, мне кажется, практически невозможно взять и просто сходу зайти и открыть успешный бизнес. То есть, мне кажется, надо обосраться несколько раз, как минимум, прежде чем у тебя что-то получится. Правда жизни. И на этих 9 из 10 предпринимателей построена большая часть рынка. Ну, так это устроено. Ну, камон. Так это устроено. Это как фитнес-клубы, да, они же продают... Ну, типа, если бы все, кто купил абонемент в фитнес-клуб, ходили бы в этот фитнес-клуб, там бы как в метро, блядь, было. Но фитнесы пустые все стоят, потому что люди покупают, обвиняют, сходят 2-3 раза, понимают, что тут заболело, и вообще это, блядь, что-то жрать надо по расписанию, и все, типа, так это устроено. И, ребят, все вот эти бизнесы, которые вы перечислили, студии звукозаписи, клипмейкеры, блогеры, ну, блогеры, я не знаю, при чем здесь, паблики ВКонтакте, тоже не совсем, магазины гитары и так далее, блядь, да, они все... ХТТПС, двоеточие свершие... Спасибо, Радиограмм большое, посмотрим обязательно. ...троенные по принципу того, что люди собираются в рок-группу, считают, что сейчас они добьются успеха, пишут хуевые песни, записывают их, снимают клипы, всем платят, а потом понимают, что у них получилось говно и исчезают с радаров. Ну, типа, так устроена жизнь, просто, в этом нет ничего плохого, хорошего, в этом нет никакой лицемирия. Ну, Ну, что, если ко мне пришли люди с плохим материалом, я должен отговорить их записываться у меня? Ну, вот, когда они пойдут к другому звуку режиссеру, запишутся. Если у меня заказать... Конечно, блядь, в этом весь прикол, то есть, если человек, вот, ну, блядь, короче, если он твоего совета не просит, не надо ему ничего... То есть, как бы, он еще и тебе скажет, что ты за мудак такой? То есть, если человек ко мне приходит, например, и говорит, я хочу, там, не знаю, купить у тебя рекламу. Если он уже мне сказал, я хочу купить рекламу, все, я покупаю рекламу, то есть, блядь, или представьте, я, например, приду в магазин покупать себе пиво, вот я вам объясняю, я говорю, я хочу пиво. Я нахую вертел в этот момент слышать лекции о том, как пиво мне вредно и что мне лучше купить сок. Мне нужно сразу, чтобы мне продали пиво. Я в каком-то смысле лох. И в каком-то смысле меня, можно сказать, вот так же поднаебывают. Но, блядь, если мне там начнут ебать мозги, я скажу, идите нахуй. Че вы, блядь, я спросил тебя, что ли? И пойду в другом магазине куплю пиво и туда не вернусь больше никогда. Если мне продадут, я буду туда возвращаться. И на этом, блядь, строится огромная хуева гора всякого такого. Поэтому, если же я приду и там, наоборот, если хочу совета у кого-то, а стоит ли мне пить пиво, я, блядь, пойду и спрошу, наверное, этот совет у того, кто там, не знаю, у кого можно его спросить. Вот то же самое. То есть, не только, не собачье дело битубишника, какого-то условно там, владельца базы, звукорежиссера или еще кого-то, навязывать свое мнение клиенту, да? То есть, ну, типа, он должен это не делать. Я бы так сказал, даже. Типа, его вообще святая обязанность, можно сказать, не, блядь, не думать об этом. Это не его дело. Вот и все. То есть, если хотите совет, надо, не надо, там, что-то, там, кого-то, куда направиться, стоит ли идти записываться, это надо, блядь, у меня спросить. Вот. А, соответственно, ну, все, я думаю, мы с их поняли. Люди с плохим материалом, я не должен его снимать, но это странно. А может, я не понимаю ничего, может, у меня хороший материал, понимаете? Не будет никакого развития индустрии. То есть, если ты, вот этот чел, это не твое дело. Вот и все. Не было бы тебя, будут другие. Три, пока нет поддержки музыкантов, хотя бы со стороны тех, кто за их счет живет. Да, блядь, конечно, ага. Кому вы будете сводить, записывать и клипы снимать, если вообще на живую музыку люди забьют совсем. Ребята, лох не мамонт не вымрет, и музыкант тоже не мамонт, не вымрет. Вот это вот Голливудом надо записывать и клипы снимать, если вообще на живую музыку люди забьют совсем. Ребята, лох не мамонт не вымрет, И музыкант тоже не мамонт, не вымрет. Вот это вот Голливудом нам подаренная идея и мечта о том, что можно стать популярным звездой, получать миллионы бабок за то, что ты светишь ебалом где-то и так далее. Она настолько глубоко зашивается в подкорку людей, что звездами хотят стать все подряд, ребята. И вы не представляете, на какие бабки разводят всяких сыночков и доченик реально богатых людей. Ух, блядь, там на миллионы и десятки миллионов рублей идет счет, и люди совершенно без зазрения совести их берут, оказывают хуевые услуги и сливаются. А сына или дочь подрастает, выходит замуж, рожает карапузов, и уже не до того, чтобы быть звездой. Ну и да, вот мне интересно, ну что, магазины гитар, а что делать? Магазины гитар должны, блядь, гитары бесплатно отдавать, что ли, музыкантам? За то, что... За то, что? Ну вы понимаете, ну станьте вы пиздатым музыкантом. Вам бренд гитар подарит гитару подписную, вообще не вопрос. Ну вы же, блядь, ну типа, кто? Кто музыкант? Любой человек, который решил, что он музыкант теперь? Нет, блядь. Музыкант — это артист, это человек, который уже что-то сделал, который доставляет своими песнями радость людям, у которого есть запись и популярность. Вот это музыкант. Такому музыканту магазин гитар подарит гитару с удовольствием, я вам клянусь. А если вы просто какой-то хуй с горы, блядь, который пришел в магазин и сказал, я хочу стать музыкантом, дайте мне гитару. Я талантливый. Гитару по шуту нахуй, блядь, извините. Правильно. Тем более, что вообще-то гитара, это, ну, звуковая карта, и микрофон, это все средства производства. Вы покупаете, я не знаю, фотоаппарат за 50 тысяч, начинаете фотографировать свадьбы и зарабатываете на каждой свадьбе. Да, блядь, бесплатно всем надо раздавать, блядь, любому чмошнику вообще абсолютно. Надо, блядь, все бесплатно подарить. По 10 тысяч за 5 свадьбов. И заплатить за это должен, что самое важное, не тот хуесос, который это в комментах написал, а типа, блядь, якобы богатые. То есть те, кого этот мудак посчитал, вы, блядь, разбогатели на музыкантах, вы теперь должны, блядь, покупать всяким бездарностям, блядь, или даже одаренным каким-то, но, блядь, который там год хуй знает, чем занимается. То есть вы теперь, блядь, нам занимаетесь благотворительностью. Да с какого хуя, блядь? Зачем? Во-первых, это нихуя не богачи. Во-вторых, блядь, ну вот будь как я. Вот я, например, блядь, не знаю, что-то поделал какой-то контент как-то. То есть, причем начинал я в плане Ютуба на супер лоховских средствах производства, супер дешевых, супер там хуевый компьютер, у меня был все хуево. Я просто что-то поделал для того, чтобы богачи обо мне узнали, грубо говоря. Я проделал долгий трудный путь, и, блядь, я сделал пару хитов уже, сделал много полезных видосов. Да я уже, блядь, заслужил того, чтобы нихуя не делать, все. Я, блядь, сплю на стриме, и мне донатят, пока я сплю. Просто, блядь, за то, что я сплю. Из там косаря, которые мне задонатят, блядь, за период сна, один, блядь, рубль за то, что я поспал, и 999 за то, что я, Моисей Великанов, и я, блядь, сделал себя тем, кто я нахуй есть. Я уже, блядь, заслужил, и все свое, блядь, сделал, чтобы нихуя, и, блядь, заслужил гораздо более богатым быть, чем я на самом деле сейчас являюсь. И, типа, Ну, блядь, ясен хуй, что если у меня будет действительно прям лютый избыток денег, вот прям лютый избыток, то, ну, вполне может быть, что я стану таким меценатом, продюсером как-то вот, то есть что-то такое, да, наверное, с жиру побешусь с удовольствием. Есть люди, которых я считаю, на мой вкус, талантливыми, интересными, кому я хотел бы помочь. Ну, блядь, я им задоначу, я им помогу. Но для этого они, как минимум, должны что-то сделать, чтобы я их нашел вообще, блядь, в принципе. Это не должно быть, что, блядь, просто хуйло какое-то пришел в комментариях и написал, типа, А, блядь, я талант, дайте мне гитару, или там еще что-то мне на стриме сейчас придет. То есть ты, блядь, докажи сперва хотя бы как-то, что ты талант для начала. То есть ты либо понравься мне, например, либо понравься кому-то с деньгами. Сделай хоть, блядь, хоть, то есть какие ваши пруфы, да, что ты талант. То есть всем, кому попало, нет, зачем всем, кому попало, раздавать это. А как мы будем определять талант? Кто, блядь, государство будет решать, типа, о, вот это талантливый, блядь. И нахуй мне, кому нужен талант? Да кого вообще ебет талант? Звезды, это не самые талантливые, это пробивные, трудолюбивые, упорные, там, вот что-то такое. То есть кто дрючит и готов очень сильно. То есть, например, талант – это предрасположенность. Вот у меня есть талант. То есть моя предрасположенность к музыке выражается в том, что у меня, например, абсолютный слух. Это просто, блядь, с рождения я ничего для этого не делал. Ну, практически ничего. И, ну, я не знаю, там, тембр голоса, может, у меня какой-то такой интересный, может быть. Вот этот талант, да. Или, ну, например, у меня просто... У меня легко дается обучение музыке вообще, в принципе. Вот у меня талант. Но хули толку от таланта? Потому что талант должен быть использован для того, чтобы ты приобрел скилл. И уже скиллом ты что-то делаешь. И опять же, а хули толку от скилла, если я не делаю им радость значительному количеству людей? Или, например, делаю, но только бомжам. Или только, там, десяти каким-то, блядь, бомжам, например. Или полубомжам, которые, блядь, явно не настолько я делаю их счастливыми, чтобы они были готовы меня обеспечить. Ну, значит, ну, то есть обычный рынок, обычная унылая... Вот, к сожалению, да, творчество, вот эта вот штука такая. Здесь все надо просто мерить рынком, пирожками и прочей хуйней. Свадьба, он у вас отбивается, а дальше несет там чистую прибыль, еще и не сильно вообще амортизируется и теряет в цене. Ребят, ну, типа, имейте совесть и понимание того, кто вы, чем занимаетесь. Ну, кстати говоря, да, купив оборудку, ты ее можешь еще и перепродать потом, блядь. И то, что вы делаете, это бизнес. О, Алена пришла, привет. Вот, смотрите, у нас теперь фотосум. Нихера, как прикольно все выглядит-то со стороны. Блядь. Чисто в шортиках, носках, нормально. Гирька, нихуяся. Саутбоксы. Фотик. Прикольно, со стороны посмотрите. Смотрите, меня снимают, и меня снимают. Класс. Ну ты мой девочек построил, фотостудия, молодец. Я все оставлю. Скинешь мне это видео? Так, ладно, ребят, я продолжу. Аленка. Хватит относиться к музыке, как к, ну, типа, такому искусству в вакууме. Это не так, ребят. Ну, типа, шоу-бизнес, это бизнес. А если вы... Это шоу, и это бизнес, блядь, как ни странно. Вы занимаетесь музыкой, как искусством в вакууме. Ну, ребят, я практически верен, что это никому нахуй не нужно. Понимаете? А если это кому-то нужно, то создайте себе какой-то краудфандинг, собирайте донаты, стриньте, и живите нормально. И вас поддержат ваши слушатели напрямую. Но если вы хотите стать мега-популярным, зарабатывать мега-деньги, продавать миллионы... То есть, короче, блядь, да. Поддерживать тебя должны те, кому ты нравишься. А не те, кто, блядь, просто ремесленник. Вот и все. То есть, звукорежиссер обычный, нормальный, стандартный, он, блядь, просто делает свое дело. Он ремесленник. Блогер тоже просто делает свое дело. Он зарабатывает себе на жизнь, зарабатывает, блядь. Я вот стримлю, чтобы нахуй заработать себе вот на Череповец, в котором я нахожусь. Я, блядь, вот хочу жрать вкусно. На что я хочу бабки тратить-то, на самом деле? Я хочу, блядь, я хочу никуда их не... Я хочу накопить, блядь, себе миллион, нахуй, чтобы у меня лежал на банковском счете. Вот че, я хочу миллион. Просто миллион, блядь, иметь у себя, чтобы мне все было похую, понимаете? Если у тебя есть миллион на счете, ты, блядь, вообще не нервничаешь, мне кажется. Тебе до пизды. Типа... Нет такой проблемы, что, ой, блядь, какая-то хуйня произошла, а у меня нет денег. Вот я хочу, вот, чтобы у меня было внутреннее спокойствие, что, блядь, у меня есть миллион, например. Вот такое я, блядь, хочу. Вот ради этого я стримлю и собираю донаты. Просто миллион хочу накопить. Ну и все благотворительностью, там, по мере возможностей. Каждый сам выбирает, заниматься или нет. И есть люди, которые вот вообще, то есть ты, например, там, мизантроп тебе, неприятные другие люди, в принципе, как явление. Ну, для того и существует государство, чтобы со всех, как бы, немножко, но насильно доить налоги. Потому что, ну, если у кого-то что-то хорошо получилось, то чуть-чуть, как бы, ну, немножко уравниловки, оно, в принципе, нужно всегда. Это есть, это и так, как бы, работает. Вот. Ну, в целом, блядь, каждый должен, я считаю, пройти достаточно трудный путь каких-то, какого-то тяжелого выбора, каких-то сложных решений, каких-то терней. Потому что, если, блядь, просто по факту хуй знает чего, вот так вот, ну, там, о, талант, давайте ему все на свете подарим, и он станет звездой, блядь, то, ну, хуй знает. Не клево. Копится в альбом и так далее. Ну, типа, это принесет вам огромную прибыль, и будет очень несправедливо, что вы не поделитесь или не поделились этой прибылью с людьми, которые сделали за вас всю грязную, черновую и технически сложную работу. Ну, да. И дальше, друзья, подытожим. В общем, все проблемы индустрии от того, что вы слишком дохуя хотите себе и ничего другим. Вас больше заботятся ваши каналы и лайки. Конечно, меня заботят, блядь. У вас успеха, правда? Меня заботит я. Меня заботит мой канал, мои лайки, мое творчество, блядь. Не знаю там чё. Почему, блядь, меня должно заботить чужое творчество? Меня, кого-то, блядь, кроме моих именно поклонников, сильно заботит, блядь, мое творчество и как оно там влияет на индустрию. Меня должно заботить мнение моих, там, топ-донатеров, наверное. Меня должно заботить, да не знаю, всё, просмотры, лайки, блядь. Мне, с хуя ли я должен бесплатно там как-то помогать каким-то, не знаю, там, талантом, блядь. Именно должен. Не должен вообще ни разу. С хуя ли? Нет. Почему? Зачем? Самое главное. То есть, если, ещё раз, если человек талантлив, у него сегодня есть все возможности. Я, блядь, яркий пример. Я талантлив, у меня вот, ну, типа, я чё-то сделал. Может быть, ошибка выжившего, может быть, ошибка выжравшего, блядь, я не знаю. Но я дико сомневаюсь, что есть какой-то супер охуенно, например, голосистый какой-нибудь человек, например, или вот девушка, там, как взять Дашу дефект, то же самое, чтобы этот человек никак, вот вообще невозможно, чтобы он каким-то образом где-то кто-нибудь, или если он даже сам не может, записал бы его на видео на YouTube. И это видео, если там охуеть вообще, просто невозможно, не набрало бы достаточное количество просмотров и не дошло бы до хотя бы одного, там, какого-нибудь обеспеченного человека, который готов как-то это поддержать. Ну, невозможно, блядь, ребята. Просто при нормальном должном подходе. Сейчас это такая вот... Нехуй делать вообще. Хорошо поёшь, блядь, просто, блядь, залез в YouTube, залез в TikTok, спел коверочки какие-то, там, не знаю, какую-нибудь мемную вирусную песенку сделал, всё в интернете, всё, и, блядь, и всё. И добрый вечер. Сделал говорилку про Фреда, всё, он сидишь, блядь, бабки зарабатываешь. Вот. И пихаешь своё голимое творчество никчёмное кому-то. То есть всё, блядь, так, блядь, легко и серьёзно. То есть вот если человек хотя бы это не сделал, ну, я ему ебал помогать. Если он уже это сделал, ему помогут, а может тот, кому он нравится. Ну, вот мне кто-то нравится, например, вот я, соответственно, ну, там, в плане творчества какого-то, то я их и так, блядь. То есть я и так у себя на стримах, там, постоянно, абсолютно бесплатно упоминаю своих корешей, то есть те, кто, те, чья музыка мне нравится, на кого я хочу обратить внимание. То есть вот, например, сейчас могу сказать, вот мне нравится, ну, там, или не корешей, не обязательно корешей, а то, что мне нравится. Я и так этим занимаюсь постоянно. Это вот своего рода такая, пожалуйста, вот благотворительность. Вот, например, там, Акурии слезы, мне недавно группа понравилась, Зыбийс, класс, четко. Вот, например, там, ну, это как раз из непопулярного, если брать. Популярные, это понятно именно толку от того, что я их упоминаю. Аудиозаписи у меня открыты, в них видно там, я не знаю, что я слушаю в последнее время. Вот, допустим, там, не знаю, блядь, Диабл Инкоста постоянно упоминаю, Ники Блейзер там часто упоминаю из своих корешей. Именно, ну, не то, что я сам делаю, а, допустим, либо, ну, блядь, надо понимать, что эти чуваки мои кореша именно потому, что мне нравится, что они, ну, типа, это взаимосвязанная хуйня. То есть, как бы, попробую объяснить. Если мне нравится чье-то творчество, например, мне нравилось бездна анального угнетения, хуй знает, сколько уже, блядь, лет вообще, с какого года, с момента, как котята были популярны, то очевидно, что у нас с Лехой, типа, мы близки по духу, скорее всего, немного. Верно? Наверное. Соответственно, то, что мы как-то немного общаемся, это, то есть, типа, надо понимать, где причина, а где следствие. То есть, грубо говоря, хейтеры могут сказать, что вы хвалите друг друга, потому что вы за Юрку, а на самом деле, блядь, типа, мы, типа, вместе за Юрку, потому что мы примерно одного какого-то, там, склада ума, мнения какой-то вот этой хуйни. Или, типа, все, все, кто за Юрку, все друг друга хвалят только потому, что они там все за Юрку. Да нет, блядь, мы хвалим друг друга, потому что мы считаем друг друга крутыми, и при этом, поскольку мы примерно похожих взглядов, мы все вместе, там, вот в каких-то вещах солидарны. То есть, поскольку, блядь, ну, примерно так, я супер хуёво объяснил, не смог нормально мысль сформулировать, но я надеюсь, вы ее поняли. Слишком дохуя хотите себе и ничего другим. Вас больше заботятся о вашей канале и лайке, ваш успех и просмотре, чем общая идея рок-музыки. Общая идея рок-музыки, блядь, ребята, это, типа, подростковый протест и употребление алкоголя и беспорядочный секс. Меня эти идеи очень мало вообще беспокоят. Что за бред его? Ты, Лёха, в частности, берешь косарь, чтобы вставить в свое видео песню и обсудить ее. Охуеть, как это сложно сделать. Охуеть, как ты... Ну, сделай сам тогда, чё, хули. Ты дохера потерял бы, делай ты бесплатно, это для музыкантов, раз в две недели. Нахуя? Да, потерял бы час времени своего. То есть, блядь, смысл этого именно в том, что, блядь, Лёха охуеть как поработал в своей жизни. То есть, он изучал, там, этот, маркетинг, трагитологию, всю вот эту вот поебень, не знаю, там. Он очень много времени уделил занятиям музыкой. Он сделал абсолютно, блядь, невозможный проект, который повлиял на огромное количество людей и так далее. То есть, он просто тупо... Пока ты, блядь, еблан на заводе пахал... Можно заработать на чём угодно, если владеешь этим достаточно хорошо. Даже своим инструментом. Спасибо большое за над... Пока ты, уеблан, блядь, на заводе работал, Лёха, даже, блядь, в противовес каким-то, может быть, другим интересам. Вот я, ну, я не знаю, как Лёха, я по себе могу сказать. Пока, блядь, мои ебалайи-одноклассники играли в футбол, я играл, блядь, на пианино с репетитором, нахуй, или в музыкалке. Пока мои ебалайи, блядь, одноклассники, не знаю, там, ходили... Там, блядь... Играли в компьютерные игры, у меня не было компьютера особо. Я играл на гитаре, учился, там, в 11 лет. Пока, блядь, ты, долбоёб, не знаю, там, что делал, блядь, ходил по впискам, предположим, я ходил на кружок вокала. Пока ты, уебан, не знаю, нахуй, поступал в ПТУ, я сказал, в рот я ебал ЕГЭ, в рот я ебал школу, мне похуй, если я стану бомжом, но я, блядь, жизнь свою положу, я, блядь, всё просто ставлю на кон, я, блядь, буду чем-то крутым. Мне похуй, я либо сдохну, либо, блядь, чего-то добьюсь. Пока ты по вечерам, не знаю, там, ходил в кальян, там, что-то, блядь, покупал себе AirPods и тратил какую-то вот бабки на какую-то хуйню ненужную, на какие-то айфоны, какую-то ссаку, блядь, просто галимую. Ещё и, возможно, мамкины бабки. Я, блядь, хуярил стримы каждый день, как проклятый. Для того, чтобы купить себе... У меня нет никаких AirPods, нахуй. У меня есть, блядь, камера за 30 тысяч рублей. Вот это поебень, нахуй, за 10. Note за 90, блядь, который я себе купил не в Ведьмачка резаться, хотя режусь, конечно. А, блядь, потому что мне работать надо. Мне стримить надо. Я, блядь, этот свет хует просто пиздец. Или Даша. Хуярила, блядь, чтобы купить вот эту карту и микрофон, блядь, АКГ. Пиздец, у меня такого нет даже. Хуярила, блядь, всё лето в 40-градусную жару в ебаном каком-то парке. Блядь, в 16 сколько, в 15 лет. Пиздец, просто. Если ты, блядь, хуйлуша, мне хочешь сказать, что Лёха Избау или я, или Даша Дефект даже, хотя ей всего, блядь, вообще ничего лет, но всё равно. Если вот хоть одно хуйло мне хочется сказать, что мы не заслужили получать за нихуя не делание бабки, то я бы, блядь, в ебало тебя хракнул просто, потому что ты, блядь, пидорас. Лёха Избау, типа, у него по объективным и, блядь, по понятным причинам, потому что просто, ну, блядь, его мнение интересное, потому что он... А интересно оно потому, что он дохуя сделал, чтобы оно было интересно. Он, то есть, если, блядь, есть люди, которые считают, что, ой, блядь, надо работать, чтобы там, надо вот там чё-то, блядь... Лёха уже дохуя чего сделал. У него очередь из тех, кто хочет, чтобы его музыку оценили и чтобы она попала в эту рубрику. Косарь! И, блядь, даже за косарь очередь огроменная, блядь. Огроменная, нахуй. И ты хочешь сказать, ой, блядь, чё ты бесплатно не делаешь? Блядь, Лёха не заслужил ебаный косарь? Вот за все эти... За всё то, что он сделал. Или я не заслужил... Свои донаты? Ты вот это хочешь сказать? Ты пошёл нахуй, чмо. Ты описание забыл поменять? Вот, блядь! Нет силок на донатке. И АК СТА только вчера заметил, что та наклейка пиар льянь на басуху, это скавер витей. А я думаю, ещё донатов нет, блядь, пиздец вообще. Ёбаный стыд. Спасибо огромное за донат. Так, это очень важно. Это вообще пиздец. Но, с другой стороны, как охуенно, что даже, блядь, хоть... Блядь, во-первых, плохо, что никто не сказал раньше. С одной стороны. А с другой стороны, блядь, хорошо, что вы, блядь, чуваки, донатили даже... Ну, то есть, вот как-то... Как-то умудрялись находить эти ссылки всё равно. Дико соряюсь, блядь, пиздец, прям плохо. Это ж очень хуёво. Я, получается, без ссылок на донат стримлю час. Час, блядь, а в описании даже ссылок нет. И при этом всё равно что-то собрал. Ну, типа, с одной стороны, ебать, я лох вообще и плохо. А с другой стороны, блядь, ну... А я же сделал ссылку на донат в закрепе в чате. Ну, хотя бы так, ладно. Остальные... Всё, ребят, обновите страницу и появится всё. Кто на стриме именно сейчас, кто в записи, понятно, у вас там... Наверное, ничего не будет. Хотя, может быть, и надо добавить, ебать. Так вот, чуваки, я, блядь, дохуя чего сделал? Я заслужил свои, нахуй, 80 рублей за 4 минуты, блядь, прослушивания твоего дерьма. Всё. Всё. Я уже всё сделал, блядь. Если кто-то, типа... Там, вот, почему ты ничего не делаешь на стримах? Почему ты, вот, блядь, распиздянечаешь? Хули ты не работаешь? Я уже проработал всё. Я уже всё сделал, блядь. Мне кажется, я уже заслуживаю больше ничего не делать. Вот представьте, я сейчас с этого момента нихуя не делаю больше вообще полезного до конца своих дней. Я, сука, мало сделал, что ли, блядь, уже? Вот и всё, блядь. И, как говорится, идите нахуй. Сам сделай, блядь, сперва смоё, а потом выбирай, блядь. Хочешь, делай бесплатно, хочешь, благотворительностью занимайся, хочешь, чё. Я считаю, у меня сейчас вообще денег меньше, чем я заслуживаю гораздо. Я, ебать, Моисей Великанов. Да я легенда, нахуй, живая, блядь. Вообще, пиздец. Где мои миллионы, нахуй? Уважаемый комментатор. А делай. Пошёл нахуй. В чём проблема? И раз это так несложно, заведите канал и делайте. Заведи канал, блядь, вот-вот. Заведи канал, блядь, сделай. Собери группу, блядь. Это же легко, блядь. Обучись на маркетолога, там, таргетолога, хуёлога, блядь, и просто сделай сам. И вот сиди, и занимайся благотворительностью. Хули ты умный такой, блядь. В комментах сидишь. Пидорас, блядь. Ух, как жопа сгорела в натуре, а. Только, скорее всего, вас, блядь, смотреть не принес? Скорее всего, ты, конечно, потому что ты, блядь, пидорас, нихуя не делаешь, комменты пишешь. Мы, блядь, хуярим нахуй, а ты пидорас просто ебаный, вот и всё. Будет. И музыканты вам присылать песни не будут. Понимаете? Вот в чём разница. Потому что ты, блядь, ой, всё, пиздец, сгорело очко, блядь. Здесь хотя бы кто-то и хуярит. С уисосом. А что касается охуеть, как сложно? И типа, ой, вот, блядь, я вот сейчас вот задумался, сейчас мне вот реально там что-то скажут про ой, тебе повезло, ой, ошибка выжившего. Да пошёл ты нахуй, пидорас. Я, блядь, знаешь, сколько, блядь, ошибок допустил, прежде чем вообще хоть что-то, блядь, у меня получилось? Типа... Что, блядь, да что бы тебе, нахуй вы такое говорили? Понимаете, вот в чём разница. Здесь хотя бы кто-то их увидит. А что касается охуеть, как сложно, блядь, у меня на съёмку и монтаж радиолёг уходит шесть часов. Без шуток. Я сегодня специально замерил. И я сегодня делал быстро. Шесть, блядь, часов. Это почти целый рабочий день. Бесплатно? У меня нет возможности это делать. Тем более... Это же не то, что... Зачем говорить нет возможности? Надо говорить, я в рот ебал это делать. Тут дело не в том, что нет возможности, а дело в том, что... Да схуя ли ты должен это делать бесплатно? Типа... Лёха уже дохуя сделал, чтобы его время стоило денег. Чтобы его мнение, его, блядь, вот эта экспертность... То есть, по сути... Как бы... Его... Познание, опыт и вся эта хуйня является его капиталом. Да, грубо говоря. То есть, его... Ну, его... Как это вот объяснить? Есть социальный капитал. Это если твоя популярность. То есть, ты что-то делаешь для того, чтобы стать популярным. И тем самым обретаешь капитал в виде социального... Ну, вот это вот, социальный капитал, популярность. Ты что-то делаешь для того, чтобы стать экспертом в области звукорежиссуры, обретаешь экспертность, эксплуатируя эту экспертность, получаешь, блядь, не 100 рублей в час, как, например... То есть, если у тебя экспертность нулевая во всех вопросах, ты можешь за 100 рублей раздавать листовки. За 150. Спасибо огромнюще! Спасибо, Ивай! Здорово, здорово, дорогой. Пиздец прям... Ой, просто порадовал, блядь. Вот другой разговор. А теперь... Теперь у меня вот... Где-то вот минимум столько я заслуживаю в день. Хули не делаешь полезное? А? 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 Давайте даже дослушаем. Ребят, напишите спасибо, блядь, Кей-Кей. Он за все... То есть, вот вам благотворительность, блядь. Чувак оплатил меня для всех вас. Вот вам благотворительность, блядь, на моем стриме. 28 смотрят бесплатно, по сути, один заплатил. Вот она, блядь, благотворительность в чистейшем виде. То же самое и Леха, его звук в руках. Блядь, спонсоры вот эти, которых мы перематываем с вами наглейшим образом, они платят за то, чтобы вы бесплатно вообще получали от него эти выводы. Хочешь бесплатно? Смотри радио Леху, блядь, и делай выводы. Это бесплатно. Это тоже благотворительность, своего рода, по большому счету. Чем нет-то, блядь? Ты, ты, блядь, мы смотрим там Фреда, получаем просто уроки, реально, блядь, вот прям суперполезные. Я Фреду в жизни ничего не заплатил, донатил пару раз. Я, блядь, столько от него пользы получил. Я ничего, я ему нихуя не заплатил, блядь, за это ни разу. Я еще и, можно сказать, на его добром имени сам поднялся. Чем это, блядь, неблаготворительность? И, блядь, если мне кто-то скажет, Фред, блядь, не заслужил, нахуй, там, столько денег. Нихуя, кто заслужил-то, блядь, тогда? Или Леха, там, не знаю, сиди, блядь, бесплатно, там, всем... Какого хуй он должен бесплатно делать, блядь? Мы должны вообще, блядь, молиться на него. И каждый раз, когда он получает деньги, говорить, ой, как хорошо, блядь, что у Лехи так дохуя денег, ебать. Кто, как не он, заслужил их? Кто, как, блядь, не он, нахуй, должен... Пока мы с вами, блядь, не знаю, в Краснодарском крае чилим, кто, как не он, должен, блядь, летать в Таиланд в январе и так далее? Кто, блядь, кому, как не ему, надо, блядь, как можно больше денег дать, чтобы он, блядь, продолжал свои клипы охуенные делать, свою музыку и всю поебень. Вообще, блядь, я прям пиздец, ребята, сегодня. Спасибо, Кей-Кей, еще раз огромнюющее, блядь. Ребят, напишите в чате все спасибо, потому что Кей-Кей просто... Пиздец вообще, дедушку в плохом настроении сейчас порадовал. Ой, блядь. Леха стараюсь раз в неделю выпускать. Я не могу 4 дня в месяц работать бесплатно. Ну, типа, извините, как бы... Да не то, что не могу, ну, блядь, типа, ты, ну... Вот я могу работать бесплатно, но я не буду этого делать, потому что я не хочу. Зачем говорить, я не могу? Просто как будто оправдываться. Это... Вот так, мне кажется, даже вот не... Я не могу работать. То есть, как будто... Ты, надо сказать, я в рот ебал работать бесплатно. Вот я в рот ебал. Типа... Я... Триада Моисея, ее вот фрагитарист уже тоже запомнил, использует. Есть три причины что-то делать. И... Такие же три причины чего-то не делать. Значит, это... Финанса, это удовольствие и это развитие. Оно может быть положительное-отрицательное, положительное-отрицательное, положительное-отрицательное. Если что-то, например, стрим приносит мне финансы положительные, то есть деньги, удовольствие и в каком-то смысле меня развивает, прокачивает мою речь, не знаю, прокачивает мой социальный капитал, то есть делает меня более популярным, прокачивает мой, блядь, хуяльный капитал вполне себе. Моя, может быть, экспертность в каких-то вопросах, пока я смотрю видосы на определенную тематику. То есть тут вообще три в одном. Охуенно. Обожаю стримы. Супер. Бывает, что ты что-то делаешь, ну, например, тебе это не нравится, и ты не развиваешься, но тебе платят. Хорошо, можно. То есть работа. Или, например, ты сам платишь, тебе не очень нравится, но ты развиваешься. Ну, например, спорт. Например, заниматься спортом в фитнес-зале. Или, например, тебе просто что-то нравится, хотя это деградация, и ты платишь за это бабки. Играть в игры компьютерные. Пожалуйста. То есть хотя бы одно должно быть. Хотя бы одно должно быть, чтобы ты это зачем-то делал. Если я слушаю каких-то, блядь, пидорасов и, значит, оцениваю их ебаную хуйню, а у Лехи, блядь, там сколько пиздатых музыкантов было на радио Леха? Сколько нахуй? Был выпуск, где было 0 из 6. Был выпуск, где 1 из 6. 2 из 6. То есть я слушаю в основном у ебанов, например. Я себе представляю. Мне, блядь, за это не заплатили при этом. То есть я это делаю из благотворительности. Я получаю от этого удовольствие? Нет. Я как-то развиваюсь от этого. Да нет, радио Леха, сука, только руинит канал. На нем, блядь, просмотров меньше, чем на всем. Так а нахуя я этим должен заниматься? Если мне это отрицательное даже удовольствие, то есть мне это вподлину, мне это не нравится нахуй. Это мне во вред, и мне еще и не платят. Да я, если захочу, блядь, такой хуйней заниматься, я в Бургер Кинг устроюсь, блядь, наверное, чтобы, блядь, сам же платить штрафы, ненавидеть свою жизнь, блядь, не знаю, там, и деградировать. Охуенно, бля, заебись. Типа, не в рот ли я ебал? Если этого нет, то вообще нет смысла чем-то заниматься. И то же самое, как благотворительность, какое-то там чувство долга, какая-то хуйня, это все поебень. Ты должен получать удовольствие от этого. То есть благотворительность, она тоже делается ради удовольствия того, кто занимается благотворительностью. Ты делаешь некое благо ради того, чтобы свои внутренние какие-то, ну, короче, в каком-то смысле ты получаешь от этого внутреннее умиротворение, успокоение, удовольствие и так далее. Ну, тебе становится комфортно так или иначе у себя на душе. Ты радуешь сам себя, может быть, каким-то образом. Типа, блядь, если, ну, у меня, как это, нет возможности бесплатно работать. Блядь, да есть у тебя возможность просто нахуй это делать, если можно посмотреть сериал. Сериал приносит удовольствие, блядь. Эту хуйня нет. То есть, ну, блядь, сериал лучше позырить. Подрочить. Подрочить это удовольствие, блядь, заебись. В плане финансов бесплатно. Ну, то есть, как бы, ни в плюс, ни в минус. Только время чуть-чуть потратил. Время, деньги, понятно, но подрочить. Лучше подрочить, чем, сука, слушать вашу хуйню. Спасибо, какая. Спасибо огромное, Атомска, тоже за поддержку. Подрочить лучше, блядь, чем бесплатно вас, хуесосов, блядь, слушать на радио Лёха. Лучше, блядь? Да я не знаю, блядь. Пойду, вот, у меня спина болит. Я, блядь, пойду упражнения поделаю, нахуй. Блядь, посплю. Да мне похуй, блядь. Все, что угодно. Пиздец. Что за бред вообще? Все лучше просто. Не надо говорить, у меня нет возможности. Тут вот конкретно здесь вот не у меня нет возможности, а в рот я ебал. То есть, понятно, что за это будет больше дизов, вот, но зато, блядь, это и честно, и как бы я вот считаю, что ну, как бы важно именно своими именами вот так вот говорить, своими именами вещи называть, потому что, блядь, донести эту хуйню надо до людей. Ну, то есть, я считаю вот как раз своим долгом и в каком-то смысле благотворительностью то, что я сейчас вот так вот очком горю и всю эту хуйню разжевываю, блядь. Вот. Хотя я не, ну, мне не обязательно, я могу досмотреть просто, как бы, по сути, зачем я снимаю реакции? Затем, что, как бы, на реакции народ собирается ради того, чтобы я, как бы, просто из них кто-то будет донатер, и я, этот донатер мне задонатит видосы. Я эти видосы посмотрю, и, как бы, то есть, мне не обязательно так долго реагировать. Ну, блядь, я это делаю, потому что хочу. Удовольствие мое! Даже сейчас! То есть, блядь, мне не заплатят больше, блядь, за это! Скорее всего. Я не особо как-то развиваюсь сейчас. Я, блядь, занимаюсь благотворительностью. Ну, мне это просто нравится. Мне никто ничего бесплатно не дает. Никто ничего мне бесплатно не дает. За жратву, блядь, заплати, за хату, заплати, за свет, заплати, за все, заплати, за микрофон, за софтбокс, за камеру, за колонки, да за все, блядь. Поэтому, друзья, вот эта позиция, что давайте тут, блядь, все будем жить дружно, объединимся, в жопу друг друга поцелуем, будем... И вот, кстати, то же самое, то есть в чем прикол? Если ты кому-то что-то даешь бесплатно, то получай... Ну, ты за это заплатил, как бы. То есть я охуительно поработал ради того, чтобы иметь эту экспертность. И теперь я, вместо того, чтобы получить эти 100 рублей, которые я заслужил, например, 100, ну, или 1000, на которые я пойду поем, я свою еду отдаю кому-то. По причине, что там, какой-то, блядь, долго какой-то хуйни, ну, то есть чуваку, который, даже если суперталантливый, супер что-то, но, блядь, по каким-то причинам нихуя не сделал. Ну, для того, чтобы, не знаю, по каким-то причинам у него жопа. А почему я так должен делать? Это позиция, что давайте тут, блядь, все будем жить дружно, объединимся, в жопу друг друга поцелуем, будем из-за идеи рок-музык, ребята, она не работает. Это какие-то социалистические, утопические, не капиталистические. Как раз не капиталистические. Это уебанские, левацкие, красные, вонючие, фашистские идеи. А мы же в мире победившем у капитализма. Боже его храни. И у нас есть удобнейший инструмент обмена, собственно, энергии, да, и работы, как деньги. И, ребят, все. То есть деньги, это следствие, блядь, твоих заслуг, твоего труда. Понятно, что, блядь, в России еще и следствие воровства, к сожалению. И это очень печально. Я это сам, блядь, презираю и считаю. То есть в России это такой, ну, сегодняшняя Россия периферийный капитализм с неравенством, с воровством и с прочей хуйней. И еще и, блядь, с кучей уебанов, которые по-прежнему, блядь, у них в голове совок, и они считают, что должно быть равенство, братство, там, справедливость какая-то. Свое, ебаное уебанское у них понятие справедливости, честности. Люди, которые считают, что просить деньги это что-то стыдное, ну, если ты, например, что-то сделал пиздатое. То есть, я, например, я сделал что-то охуенное. Вот просто, блядь, я вижу тысячу лайков, я понимаю, тысячи людей кончили, блядь. Схуяли стыдно попросить денег. А стыдно, блядь, потому что вот так в России, блядь, считается. А что ты, попрошайка, блядь? Пошел хуесос, нахуй, чмо, блядь. Попрошайка, мать твоя попрошайка, блядь. Надо делать за деньги. Вы уж меня извините. На этом все. Я не бомбил, я не бомблю. Я бомбил пиздец. Просто постарался доходчиво объяснить тем, до кого пока еще не дошло. Все, ребят, с вами был Леха Избау. Всего хорошего, до новых встреч. К слову про тысячу лайков. Вот вам как раз тысяча лайков. Тысяча человек, типа, каким-то образом получили либо удовольствие, либо пользу от этого видоса. И что, блядь, сколько из них заплатили? Я не заплатил точно. И вы вроде нет, господа зрители. Ну, именно в смысле Лехи. Ну, вот там патроны, блядь. Сколько патронов? Сколько? Тридцать? Триста? А че случилось? А че случилось? А че так? А куда? А чего? А почему? Ой, как плохо-то, блядь. Хуево ссылка работает. Почему-то. Сколько, блядь? Сто тридцать четыре патрона. Почему-то. Ну, даже допустим, что это там тринадцать процентов. Ну, четырнадцать процентов. А остальные вот благотворительность, блядь, вам получится. Да? И мне в том числе. Соснователь рибас, блядь, это такая... Столько нервов, блядь, себе испортить. Столько мозгов выебать. Столько, блядь, денег просрать. Столько вообще просто. Такой, блядь, адский труд, блядь. Мне страшно представлять. Просто серьезно. Неужели человек, блядь, не заслужил получать... Касарь, час, блядь. Делаю сведения, потому что... Ой, блядь. Бесплатно дрочить друг другу. Будем бесплатно дрочить друг другу. Так вот, понятно, что в периферийном капитализме, к сожалению, есть элемент воровства, несправедливости и прочей хуйни. Но! В целом! Блядь! Капитализм, счастье, заебись! То есть, по сути дела, возможность оказаться на моем месте при желании, даже в сегодняшней России, что, ну, тяжелая достаточно может быть страна у нас там в плане музыки относительно Швеции или еще чего-то. Ну, конечно! Но, блядь, при желании, сука, любой мог бы оказаться на моем месте. Но вы не тут, блядь! Ну, так и хули тогда? Непонятно. То есть, и при этом приходят чуваки, типа, э, вот тебе, раз тебе повезло, мне повезло ведь, да, то есть, я здесь, потому что мне просто везуха такая вот, удачливая я очень. Раз тебе так повезло, давай теперь, давай нам. Может быть, если прославимся, дам тебе донат, может быть, да. Ты пока меня посмотри бесплатно, посоветочи. А если денег, не дай бог, попросишь, скажу, что ты попрошайка. Потому что, ну, как плохо просить деньги. Ой, ребят, ну, я не знаю, я не очень хорошо формулировал сегодня мысли, но надеюсь, что вы поняли, те, кто, как бы, опять же, кому, как бы, близко это все по духу. Спасибо, спасибо огромное. Вот. Какая от меня есть благотворительность? Благотворительность у меня такая, что никто не обязан мне донатить. То есть, все, я считаю, этого более чем достаточно. То есть, я, по сути, как, блядь, как ебаный, нахуй, бесплатный гуру. У меня столько, блядь, видосов, столько умных мыслей, столько реакций, рубрика «Звукач Мойша», фишки западных гитаристов, один этот видос, блядь, чего стоит, ебать. Там 150 тысяч просмотров, блядь, возможно, 150 тысяч человек после него стали лучше играть, блядь, на гитаре в России, в русскоязычном пространстве. Благодаря мне, блядь, сука. Там, я не знаю, еще что-то, суперхиты свои какие сделал, невозможные, блядь, нет, Моська, ты особенный, не у всех есть необходимое отклонение в психике. Кстати, чего не придавишь малиновую часть спектра в картинке, чтобы пятна на ибле не рисовало? Хм. Ну, согласен, может, даже насчет отклонений в психике. Во-первых, вообще, я бы не малиновую часть придавил, а это вообще у меня как вот настроено, я не помню. Какой-то есть яркостный ключ. Ой, какие-то луты, маски, хуяски, ну, может быть, да, займусь даже этим как-нибудь потом чуть-чуть придавить. Чуть-чуть красненького так, оп, прибрать. Неплохо было бы, но тут не так легко это сделать, к сожалению. Вот, да, согласен, не у всех есть такое отклонение от нормы, как здравый смысл в голове, как здравомыслие. Вот. То есть, ну, опять же, не у всех есть такое отклонение в психике, как у Лехи, как у меня. Но разве этого достаточно? Чтобы произошел секс у Леся и Алекса Найтнина. Спасибо, дорогой донатер, с никнеймом привет, я хуй. Спасибо большое. Так вот. Участники групп средней руки в той же Швеции работают официантами, бай-де-вэй. Ну, тем более. Ну, мне кажется, все-таки в Швеции не так сложно. Блять. Во всей стране 10 миллионов человек и сколько, блять, шведов на весь мир ухуенно зашедших и работающих именно в сфере музыки. Ну, то есть, знаешь, какая-то у них там, блять, вероятность достаточно такая, я так понимаю, не хилая, а крепкая. Что при желании можно там, мне кажется, там легче. Ну, мне так кажется, я так думаю, возможно, это неправда, возможно, я хуйню несу. Ассоцентник слушает лажу. Конечно, блять, ебать, сколько полезного всего я, блять, пиздатого сделал вообще, ебанешься. А сколько веселого я сделал, к чему я это вообще все забыл? Ну, так вот, да, социализм все это нахую проворачивал просто, блять, 10 раз. Немножко, немножечко социализма в виде, там, ну, облагать налогами, типа, там, не знаю, людей. Богатый в любом случае, если даже нет подоходного, то, блять, ну, если богатый человек честным образом богат, то есть, он честным образом каким-то, вот, сделал себя особенным, ценным, умным и получает, там, например, 5000 рублей за час вместо 100 рублей за час, как раздача листовок, которым робот, блять, может раздавать листовки, ребенок может раздавать листовки, нахуй, нихуя не надо делать, ты всю жизнь нихуя не делал, а потом ты можешь стоять раздавать листовки. Ты можешь просто ебать в Алладра, чить, там, играть в игры компьютерные, там, не знаю, трахать, все, а потом раздавать листовки и получать 100 рублей в час. Охуенно, бля, вообще класс. Там дворником быть тоже. Блядь, либо ты пиздец, жопу на уши натянул, но потом у тебя, блядь, 5000 рублей в час, или 25, или 50 нахуй за часовую консультацию. Чуть-то косарь баксов, блядь, за поболтать час. Ну, заебись. Ну, при этом человек, который все вот это сделал, суперхуенно поработал, даже при одинаковой шкале, ну, не непрогрессивная шкала налогоображения, он все равно, сука, платит больше. Если ты зарабатываешь, блядь, 20 по причине того, что, скорее всего, если ты зарабатываешь 20, ты, сука, работаешь пятерочки, блядь, потому что ты, блядь, вот именно нихуя не делал все детство и занимался какой-то поебением, блядь. Хоть бы, блядь, научился машины ремонтировать, уже было бы больше у тебя денег. Но ты уебан. Скорее всего. Не всегда. Но, скорее всего. А я, например, 200, предположим. Ты платишь налогов, там, с 10 тысяч, сколько я там, 1300, там, 2600, ну, если платишь, я плачу 26. За десятерых, ебать. Чисто. А, блядь, бюджет один и тот же. Один и тот же асфальт нам, как бы, одинаково хуёво или хорошо сделают. Одни и те же лавочки будут стоять, там, и так далее, блядь. Вот это нихуя не справедливо. Я считаю, блядь, как раз наоборот, там, предпринимателям всяким ценным, более ценным людям должно вообще более... Хотя им и так более хорошо живётся, в принципе, ну, блядь. Ну, рады именно в обществе, вот, чтобы уважение к ним было, мне кажется, больше. То есть, чтобы это было в почёте, потому что тогда больше мотивации у людей будет именно, блядь, что-то такое делать. Ценное. А у нас как-то, блядь, вот я не знаю, наоборот, считается, вот надо вот начальников всех ненавидеть, там, вообще, это всё вот там вот. Все жулики, все там просто пиздец. Вот это... Говно. Всё, ладно, хватит, блядь, этих, этого говна всего, пиздежа. Если будут вопросы, в донате присылайте, от двухсот рублей, я, блядь, на запись даже отвечу. Вот. А то можно и повеньшим. Думаю, что нужно просто на уровне государства рандомно выбрать девяносто девять процентов неудачников, и пусть они рабски трудятся на всех остальных. Никто их не выбирает. То есть, смотри, каждый сам выбирает, вот и всё. Каждый сам выбирает, что он делает. И, опять же, неудачник тоже слово хуёвое, потому что в удачу как раз верят и там вот оправдывают свою хуйню тем, что он неудачник, только конченные мудозвоны, блядь, абсолютно жалкие, потому что ты, блядь, не неудачник, ты просто мудак. Нет такого понятия, как удача или неудача. Джоан Роулинг, прежде чем Гарри Поттера, блядь, захуярила, 17 издательств обошла. Это не, блядь, она неудачница, ебать. Не повезло, нахуй, 17 раз. 18-й, блядь, повезло, или какой-то там, хуй знает, блядь, не помню. Red Hot Chili Peppers, блядь, Give It Away, когда сделали, блядь, 100, блядь, ёбаных станций, радиостанций обошли, никто, блядь, говорил, что за хуйня, блядь, не брали их. Типа, с суперхитом вообще, невозможно. Этот, там, какой-нибудь, блядь, Эйнштейн, не знаю, там, Хуиштейн, блядь, кто-то там, пока лампочку изобрели, блядь, прежде чем она начала светиться, до этого она 10 тысяч, блядь, раз там не сработала, нихуя. Прежде чем, блядь, там, не знаю, сколько песен Кобейн, допустим, там, сочинил до Smell's Actin' Spirit и так далее. То есть, блядь, неудача, блядь, как не везет человеку, не получается, дайте нахуй, просто вот с первого раза, блядь, взять и всех разъебать. Поэтому, блядь, вот вообще, сам термин неудачник, он абсолютно уебанский, это вот как бы, ненавижу вообще, вот это вот там что-то, удача, удачи, то есть, я стараюсь по максимуму, вот это даже не использовать. Я не желаю удачи, обычно людям, я говорю, успехов, типа, успехов, то есть, просто я желаю тебе, чтобы ты по заслугам получил, блядь, вот и все. Выбрать неудачников, да не надо выбирать неудачников, человек выбирает сам, типа, либо я что-то, блядь, не знаю, рву жопу на уши, типа, он, ты же видишь, блядь, что врачи, ну, врачи и учителя мало получают, не будь, блядь, врачом и учителем, а кто тогда будет? Ну, блядь, будь тогда ты, соси хуй и не выебывайся. Как это неудачников не существует, а кто эти все, которым я насрал, под дверь. И то верно, спасибо Артемий за донат. Вот, то есть, можно быть, блядь, Маклаудом, например, я не знаю, ну, опять же, ребят, надо понимать, что есть люди больные психически, то есть, это надо как бы, я не считаю, что, блядь, все абсолютно там, ну, блядь, полно людей просто, ну, с болезнями, то есть, ну, им платят пенсию, это хорошо, справедливо, я считаю, я не настолько там какой-то ультраправый, блядь, что вообще там, все говно, то есть, может, Макляка вообще ебнутый, может быть, действительно, наглухо, вот, нет такого понятия, как, блядь, неудачник, типа, то есть, есть, твое, просто, блядь, не знаю, желание или нежелание, что-то делать, меняться, не меняться, там, блядь, не знаю, что-то придумывать, и так далее, это, так вот, выбрать неудачник, ну, то есть, по сути, оно так и есть, что, как раз у нас, да, один процент, по-моему, или 0,9 процентов, по-моему, россиян фармят что-то больше 150, я, кстати, не вхожу, к сожалению, блядь, я, хотя, блядь, я заслуживаю, я считаю, я не вхожу, блядь, в 1 процент россиян, а это, блядь, полтора миллиона людей целых, которые получают, по-моему, больше 150 тысяч рублей в месяц, ну, по сути, так и есть, что вот 99 процентов всех остальных, по тем или иным причинам, там, у них все похуже чуть-чуть, вот, надо понимать, что, кстати, даже, ну, вот говорят, вор, например, вор это пиздец, и презираю, ненавижу воров, но, блядь, даже, чтобы, сука, вором хорошим стать, надо просто жопу, там, что-то как-то оторвать, то есть, чтобы, блядь, быть, там, ненавистным Путиным, Собяниным, еще кем-то, ты, блядь, пойди и стань нахуй Путиным, ебта, блядь, или Собяниным, попробуй наебать столько людей и спиздить столько бабок, блядь, и подружить, там, с ними со всеми, это, блядь, еще хуй сделаешь, то есть, не абсолютно любой, я уверен, что, вот, не абсолютно все, кто был просто тупо знаком, например, с Путиным, стали автоматически, там, вот, какими-то, его, там, не знаю, кошельками, друзьями, там, еще чем-то, то есть, понятно, что это может быть, ну, там, удача, случай, все, что угодно, но дальше есть уже, блядь, фактор тебя, то есть, готов ты к удаче или нет, шанс, шанс, вот, что такое шанс, то есть, например, знакомство с Путиным, это, скорее, шанс, и то, что люди привыкли называть удачей, по-моему, это, знаешь, это готовность к шансу, это, когда у тебя был шанс, и ты был к нему готов, и ты им воспользовался, вот, что такое удача, вот, что можно считать удачей, то есть, шанс, он почти все, ну, наверное, есть люди, которым, был либо готов, либо нет, вот и все, вот это, то есть, если ты был готов, ну, это, блядь, удача, но это неудача, это просто ты поймал шанс, а не был готов, ты не неудачник, ты просто, блядь, не был готов, хули ты не готовился, значит, так вот, да, люди как бы сами выбирают, то есть, ты либо видишь, что врачом и учителем быть нельзя, и что нихуя не уметь нельзя, и надо что-то, как-то, блядь, не знаю, если нет таланта, то, блядь, что-то придумывать, как-то, не знаю, искать, ну, нет, блядь, нет людей, у которых нет предрасположенности к чему-то, и каких-то скиллов, особых каких-то, а если нет, ну, блядь, ну, сделай их, значит, вот, к чему это все, блядь, ну, в общем, да, если ты все это видишь, и все равно, вот там, живешь вот так-то, ну, заслуженно соси, если, блядь, видишь и понимаешь, что так нельзя, и живешь по-другому, ну, блядь, заслуженно будь богат, нахуй, вот и все, я думаю, так, длинная реакция, ебать, получилась, пиздец, ой, чувствую, обдизят, обдизят, блядь, опишутся комментами, ой, сейчас социалисты, блядь, прибегут, ой, блядь, коммунисты приведут, ой, блядь, сейчас мне расскажут все, спасибо.